Девиз «Всё для фронта, всё для победы» сегодня как никогда актуален. На протяжении 15 лет в этом цехе изготавливалась профессиональная обувь для танцев. Однако с апреля этого года производство расширили. Дополнительно здесь начали шить носилки для эвакуации раненых российских бойцов в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Оксана Русских, руководитель небольшой мастерской, в одном из швейных чатов увидела объявление. Общественная организация искала добровольцев, которые смогли бы принять участие в изготовлении носилок. На призыв о помощи женщина откликнулась, не раздумывая. Говорит, остаться в стороне просто не смогла. Теперь её фронт здесь. По домам девочки режут, собирают. Отширываем в основном занимаемся только мы пока, потому что волонтёров только-только начинается. Потому что это медленно, не любая машинка берёт. Мы сейчас ищем поддержку, потому что руки есть, желание есть, не хватает материальных средств. В работу Оксана включается вместе со всеми. Не только шьёт, но и контролирует качество выпускаемой продукции. Особенно важно, чтобы конструкция была прочной, иначе в работе просто не будет смысла. Конечно, должно быть определённое количество стежков, определённого размера. Всё это уже у нас автоматически идёт. И вот так вот каждое перекрестье мы отстрачиваем за полный, за полный сей носилки. Каждая носилка изготавливается по определённому шаблону. Стропа нарезается, затем края обрабатываются специальным выжигательным аппаратом. Далее каркас выкладывают на планшет и наживляют. На последнем этапе происходит прошивка изделия, вес которого – 400 граммов. С инициативой пошива фронтовых носилок изначально выступили в Москве, а вскоре её поддержали по всей стране. Для того, чтобы принять участие в производстве, не нужно быть профессионалом. Главное, чтобы сердце горело желанием помочь тем, кто сейчас на передовой. Ну, конечно, это светлое дело. Не нужно каких-то особых навыков, усилий. Это может принять участие любой желающий. Я вчера вечером разрезала несколько бобин строп. Это медитация, я так её могу назвать. Ты вносишь свою частичку тепла и пытаешься передать это вот нашим бойцам, которые находятся там. По словам работников цеха, дело сейчас идёт не так быстро, как хотелось бы. Оборудования не хватает, да и профессиональных швей тоже. Ещё несколько помощников были бы не лишними. В цех готовы принять всех желающих. Даже если заказ по изготовлению каркасных носилок будет полностью выполнен, производство тут останавливать не собираются. В ближайших планах – выпуск аптечек и пятиточников. Также для нужд бойцов, участников специальной военной операции. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.